Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать соборное послание апостола Иакова для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем четвертую главу. Апостол пишет Откуда же у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодей и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Очень страшные слова. Страшные потому, что от какого-то такого обличения грехов человек, автор, апостол Иаков, переходит к обличению самого мира и доброго отношения к миру, как кажется. И в таком случае может возникнуть вопрос, вообще христианство – это человеколюбивая религия, а это религия, которая призывает к любви в обществе или к ненависти к обществу. Ну вот давайте попробуем разобраться. Апостол Иаков закончил предыдущую главу призывом к миру, к миролюбию. И далее он говорит «Откуда же у вас вражда и распри? Не от вожделений ли ваших, воюющих в членах ваших?» То есть есть разные желания, есть разные наши человеческие страсти, которые раздирают нашу жизнь противоречивыми такими движениями. Мы знаем, что внутри каждого из нас есть некоторый противоречивый набор желаний и страстей, которые каждый тянет человека в свою сторону. Есть страсти, связанные с более каким-то высоким уровнем, интеллектуальным, связанные с тщеславием, связанные с гордыней, с некоторыми, скорее, такими интеллектуальными, мысленными вещами. Есть более примитивные какие-то страсти, связанные с нашим телом, с пищей, с сексуальностью, с прочими вещами. То есть те, которые, как кажется, несколько более примитивные и близкие к животному миру. Но смысл их один и тот же. В итоге выражается все это многообразие страстей в том, что они влекут нас и борются внутри нас друг с другом и заставляют нас грешить не только по отношению к Богу или по отношению к себе, но и заставляют нас враждовать против других людей. Либо это в борьбе за ресурсы, в борьбе за обладание, в борьбе за власть и превосходство. Так или иначе, вот они воюют внутри нас и заставляют нас воевать с другими людьми. И апостол говорит, видите, он говорит, от вожделений ваших. И дальше говорит, желаете и не имеете. То есть у вас есть эти самые желания, но вы в полноте не можете их реализовать, не имеете. Если бы мы смотрели на эти желания с христианской точки зрения, мы бы понимали, что многие из этих желаний не достигают полноты именно в силу того, что мы неправильно ими распоряжаемся. Мы стремимся не к тому, мы наполняем эти желания не тем, чем должны были бы наполнить. И, к сожалению, из этого, следствием этого оказывается, что мы не можем почувствовать удовлетворение. Ну, как, например, с богатством. Господь сотворил человека для того, чтобы он был богат. Богат обладанием миром, землей, богат обладанием богообщения, богат собственными внутренними талантами. Ну, разве не так, если Господь при сотворении мира говорит Адаму и Евею, вот вам земля, владеете ею. Конечно, человек сотворен для того, чтобы обладать этим миром. Собственно, Бог так и говорит, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему и довладычествует. И дальше перечисляется все то, над чем человек должен был владычествовать. Конечно же, это богатство, это несметные сокровища внутреннего и внешнего мира. Но человек-то не смог по-настоящему справиться с внутренними этими желаниями и стремлениями. И в итоге его обладание становится не творческим, не преображающим, не взращивающим. Вот тебе рай, возделывай и храни его. Нет, это обладание уничтожающее, потребляющее, разрушающее. И поэтому, конечно, оно не приносит никакого результата. Потому что бездна открывается внутри нас. И эту бездну мы не можем заполнить не тем содержанием, которое для нас предполагается, которое для нас предусмотрел Бог. И вот апостол говорит, значит, желаете и не имеете. Что же вы для этого делаете? Убиваете и завидуете. То есть вы ухудшаете свое состояние и не можете достигнуть. То есть даже идя на очень страшные вещи, например, на такие поступки, как убийство, вы все равно не можете достигнуть. Вы припираетесь и враждуете, и все равно не имеете. То есть сколько бы вы не боролись друг с другом за существование, сколько бы вы усилий не предпринимали и сколько бы не позволяли себе падений, все равно обладать этим, вот это внутреннее удовлетворение, все равно вы не достигнуете. И полнотой обладать не будете. Знаете, иногда человек думает, пока есть возможность, буду вести себя честно. Потом, например, появляется какая-то ситуация, в которой ему надо поступить со своими внутренними принципами, но для того, чтобы его жизнь стала полнее, например, чтобы он чем-то стал обладать. И он думает, ладно, такая важная цель, допустим, там, не знаю, имущество для меня, для моей семьи, для моих детей, может быть, какие-то неправедные деньги или неправедное движимое-недвижимое имущество. Ну ничего страшного, это же на благую цель. Я попробую сейчас вот только здесь поступлюсь немножко, зато от этого будет нечто хорошее, да, будет некоторая польза мне и моим близким. И вот апостол говорит, припираетесь и враждуете, и все равно не имеете. То есть, да, вы позволяете себе безнравственное поведение, все равно ничего не получается. Почему? Потому что неправильным путем невозможно достигнуть внутреннего, внутренней полноты, внутреннее чувство удовлетворения и счастья. Внешне, да, можно сколько угодно обладать большими богатствами и сокровищами внутреннего удовлетворения, некоторой полноты жизни, о которой говорит Христос, не достичь. Не имеете, говорит он, потому что не просите. Казалось бы, человек современный, ну вот при таких словах, что бы он подумал, у кого он должен просить? Ну, наверное, он должен просить у каких-то других людей, обладать связями, особенно, ну, есть разные страны, есть страны, в которых это в большей или меньшей степени развито. Вот такая договорная некоторая система, в которой все строится на личных связях и не на каких других, или практически не на каких других институтах. И апостол говорит, просите и не получаете. То есть, даже если вы просите, все равно не получаете. Хотя речь, конечно, у апостола-то идет о просьбе по отношению к Богу. Так почему же не получаете? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот очень глубокая мысль. Действительно, человек после грехопадения все время потребляет. Человек после грехопадения забыл, что мир дан ему в руки не для того, чтобы он его потреблял. Он имеет право его потреблять, но основная задача его — это взращивать, хранить, преображать и творчески развивать этот мир. О чем и говорит Бог в самом начале, в первой и второй главах книги «Бытие». И мы видим, что человек уходит от этого, он постепенно потребляет все больше и больше ресурсов, и это не приносит ему никакой пользы. Почему? Потому что он просто неправильно использует ресурсы свои, своего внутреннего мира и ресурсы земли. Дальше апостол говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром — есть вражда против Бога?» Ну, довольно странно здесь звучит «прелюбодеи и прелюбодейцы», как будто бы речь идет только о каких-то развратниках. Но, конечно же, на самом деле это не так. Когда апостол говорит о прелюбодеях и прелюбодейцах, он не имеет в виду только тех, кто изменяет своим женам или мужьям. Он имеет в виду людей, которые в первую очередь изменяют Богу, изменяют своему предназначению. Это очень такой глубокий и древний образ, образ брака Бога и народа. И нередко Бог через пророков, устами пророков, обвиняет свой народ в измене, как раз тоже говоря о прелюбодеянии. Поэтому здесь речь идет именно об этом, о внутренней измене Богу и своему собственному предназначению. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Выглядит это довольно странно, особенно в свете известных слов апостола Иоанна Богослова, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто не умер, но имел жизнь вечную. Как же тогда понять, что нельзя дружить с миром, а Бог при этом любит мир и отдает за него своего Сына. И Сын умирает за то, чтобы все в мире имели жизнь и не умирали. На самом деле, слово «мир» в Новом Завете можно понимать очень по-разному. Есть несколько значений, и в данном случае апостол Иаков имеет другое значение. Мир, как некоторая совокупность греха, совокупность того, тех мировоззрений, тех поступков, тех нравственных решений, которые в совокупности символизируют собой уход от Бога. Есть Бог, есть Его воля, есть предусмотренное им состояние мира, и есть человек со своими собственными решениями. И вот мир — это некоторое пространство без Бога, которое творит человек. И когда апостол Иоанн Богослов говорит, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего», речь идет, конечно, не о пространстве греха. Речь идет о мире, как о космосе, речь идет о мире, как о собрании людей, речь идет обо всем творении, которое Бог задумал ради другого, которое Бог задумал ради полноты жизни. И именно этот мир, который Он сотворил, Бог называет хорошим в книге Бытия, в конце первой главы книги Бытия. Но это совсем не тот мир, который человек создает своими собственными руками, своими решениями нравственными или безнравственными. И далее апостол говорит, «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас?» Конечно, не напрасно говорит Писание, что до ревности любит Дух, живущий в нас. То есть Дух, который наполняет человека, это Дух Божий, и этот Дух любит нас до ревности. То есть Он Бог, Бог, который является основой нашей жизни, с помощью которого мы живем и движемся и существуем, Бог ведет нас к другому. Он сотворил нас для другого, и Он ведет нас к цели, которые Он нам поставил. Нам кажется, что это очень странно и может быть даже несколько эгоистично, но Бог сотворил человека по своему собственному образу и подобию. И то, что является злом, разрушительное для человека, а то, что является добром и благом, что соотносится с волей Божьей, то является, наоборот, созидательным. И поэтому, когда человек идет по пути мира, греха, он противоречит не просто Богу, он противоречит собственной природе и разрушается. И вот Божий Дух, который живет в нас, Он любит нас до ревности, а поэтому на этот путь разрушения, на этот путь неправды, Он реагирует тем, что Он начинает нас спасать. Но так как мы очень упорны, настойчивы, и мы обращены к какому-то другому миру, к миру своих иллюзий, фантазий, вот в этом противоборстве Бога и нашей собственной воли как раз рождается масса проблем, с которыми мы в жизни сталкиваемся. Но тем большую дает благодать, говорит апостол, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Он цитирует здесь книгу притчи. И, конечно же, смысл именно в этом и заключается. Смиренный — это человек, который знает свое место, знает свою меру. Человек, который знает свое предназначение. И такому человеку Бог дает благодать. Человеку же, который идет против своего предназначения, который идет против замысла Божьего о себе самом, он, естественно, разрушает собственную жизнь. И Бог такому человеку противится. И далее апостол говорит, «Итак, покоритесь Богу, и противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Вот очень интересно, да? Что апостол указывает, как Бог всемогущий и любящий нас не приближается к нам, пока мы не приближаемся к Нему. Потому что Божие присутствие является опаляющим для нас. Оказывается, оно может быть присутствием любви, оно может быть присутствием радости, оно может быть присутствием счастья, но оно же может быть присутствием разрушения, оно же может быть присутствием обжигающим. Потому что человек, который наполнил свою жизнь грехом, не может ожидать, что Бог будет оправдывать его грехи и поддерживать его во всем этом. И поэтому Бог приближается к нам в той мере, в которую мы приближаемся к Нему. Мы как бы своим очищением, своими добрыми делами позволяем Богу войти в нашу жизнь. Конечно же, иногда Бог по своей любви снисходит к нам в наших грехах, в наших немощах и поддерживает то доброе, что есть в нас, а то злое, что в нас есть, не сразу уничтожает, чтобы и нас самих это не повредило. Но во многом он уважает наш внутренний мир и наш выбор. И видите, апостол говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. То есть вы, двоедушные люди, люди с двоящимися мыслями, стремящиеся к злу и к добру одновременно, исправьтесь, исправьте свои сердца, сделайте сердце вместилищем Бога и его замысла. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. Люди, которые хотят жить в мире только веселой жизнью, только жизнью радостной, не понимают и не хотят понять, что человек, живущий с открытыми глазами, и в первую очередь глазами открытыми во внутренний мир, не может все время только радоваться, потому что внутренний мир полон нечистоты, полон соперничества, полон злобы, полон разного рода других грехов, с которыми человек должен бороться, от которых он должен уходить, которые должны быть просто искоренены из его жизни. И далее апостол говорит, и как обычно, он вот эту высокую теорию, такую, да, нравственную, он сводит к очень простым и понятным действиям. Не злословьте друг друга, братья. То есть не говорите не только друг другу, но и друг о друге злых слов. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? Который судишь другого. Казалось бы, апостол говорит, не злословьте друг друга за нечто плохое, но апостол просто призывает не злословить. Почему это так? Мы не знаем всех обстоятельств, которые побуждают человека делать то или иное. И видите, он даже говорит, кто злословит брата и судит брата, тот злословит закон и судит закон. То есть ты не знаешь всех оснований, по которым человек это делает, по которым он совершает те или иные поступки. И начиная осуждать его, ты осуждаешь и, может быть, те вполне правомочные вещи, которые он делает, делает так, как он понимает, делает в меру своих нравственных возможностей. Ты становишься судьей не только над братом, но и над Богом, который дал ему жизнь, дал ему заповеди, так же, как тебе. И, конечно же, надо здесь припомнить, что только один есть законодатель, это законодатель Бог. И он спасает или, наоборот, губит, оставляет человека с его собственным выбором. И кто ты, который судишь другого? Ну, это довольно частый такой вопрос, кто ты, чтобы судить чужого раба. Ну, и завершает апостол 4 главу такими словами. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и мы будем живы, то сделаем то-то и то-то, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Апостол говорит о людях самоуверенных, о людях, которые настолько внутренне утвердились в собственной правоте, что даже те незначительные движения души, которые говорят о том, как надо было бы поступить на самом деле, уже ими не могут быть услышаны. Люди действуют не просто на свой страх и риск, не просто с некоторой надеждой на Бога, постоянной надеждой на Бога. Нет, люди действуют по собственному усмотрению. И апостол говорит, что такие люди тщеславятся понапрасну, потому что сколько бы самоуверенными они не были, все равно они без Бога ничего сделать не могут. И вот эта последняя фраза «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть чем выше ты, человек, поднялся, чем выше, чем чаще, точнее, чем чаще ты думаешь, «я сам решу, как здесь поступить, я сам знаю, как будет правильно, сам знаю, что есть добро и что есть зло». Чем чаще ты так про себя говоришь и думаешь, тем большей ответственностью ты на себя навлекаешь. И если ты знаешь нечто доброе, добрый поступок, который есть перед тобою, и не делаешь его, то это твое неделание, недеяние само по себе становится злым поступком, само по себе становится грехом. Мысль опять довольно очевидная. Знание добра еще не является добром. Если мы знаем, как мы должны поступить, если в нас совесть, если совесть, которая в нас присутствует, свидетельствует об этом, надо следовать за нею и творить добро на деле. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok